МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь наши новости могут смотреть и пассажиры общественного транспорта. Подробности уникального для России проекта с участием программы Вести и транспортного общественного Челябинского канала у Яны Торминой. Для этих пассажиров путешествие на общественном транспорте прошло быстро, увлекательно и информационно. Ведь о том, что произошло в регионе, они узнали, не выходя из трамвая. Новости всегда успеваете дома посмотреть? Ну да, стараюсь смотреть. Ну, теперь вот еще и можно будет в трамвае смотреть. Ну, пока еду в трамвай и посмотрю новости. Конечно, интересные новости всегда интересные. Ознакомиться с прогнозом погоды или гороскопом, узнать последние сводки МЧС или посмотреть южноуральские вести. Все это теперь можно будет сделать в общественном транспорте. В городе курсируют уже 200 троллейбусов и трамваев вот с такими телевизорами. Если точнее, телевизионных 75 троллейбусов и 124 трамвая. Сегодня установили последний в этом году 200-й телевизор. В планах на следующий год сделать телевизионным весь челябинский электротранспорт. Здесь несколько новых технологий разработано. Он в России впервые осуществляется. Это во многом продукт челябинских разработчиков. И очень логично, что он в Челябинске реализован. Телевизор запускается, и вот он знакомый многим промо-ролик южноуральских вестей. Теперь узнать о последних событиях в городе можно будет даже находясь в дороге. В оперативности передачи информации с вестями смогут соперничать только МЧС. В случае чрезвычайной ситуации информация сразу же появится на экранах транспортных телевизоров прямо из диспетчерской службы. Причем плюс данная система, человек, который находится в городском транспорте, максимально быстро получит информацию о угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. Максимально быстро. Южноуральские вести уже доказали свою оперативность. Во время послания Владимира Путина федеральному собранию основные тезисы появлялись на мониторах в режиме реального времени. И пассажиры одновременно с телевизионной аудиторией могли узнать то, о чем говорил глава государства. Наша основная задача это производство новостей, поэтому нас, конечно же, интересует расширение аудитории. Сейчас мы активно занимаемся выходом во внеэфирное пространство и осваиваем альтернативные носители информации. А еще нам очень симпатичен этот проект, потому что мы стали первым городом в России, где вести можно посмотреть в транспорте. К слову, ГТРК Южный Урал готовит для зрителей много интересных сюрпризов. В 2015-м планируется запуск масштабного проекта нового регионального канала, который будет вещать 24 часа в сутки. Яна Турмина, Нина Пырьева, Вести, Южный Урал.